МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Поглядно сучасность, крок у будущего с 4 по 30 кастричника в Беларуси пройдет перепис насильництва. Преоритетный напрямок – захование экологичной безопасности. Специалисты за полгода выявили в регионе каля тысячи порушений. Наступствы не погоди. На вольничный фронт по шкодзе в Гомельском районе лес на площадке каля 90 гектаров. А жившая давнина. У Лясковичах завершился областный пленер дравляной скульптуры. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Усяго полторы месяца засталося до важной республиканской подеи, якая будет тычиться каждого, кто живет в Беларуси. С 4 по 30 кастричника в Украине пройдет перепис насильництва. Об его особливостях и нового вядениях сегодня журналистам рассказала наместник начальника Головного статистического управления Гомельской области Вольга Семенчукова. Подчас перепису продоставить информацию про себя и члены семьи могчим отрема способами. Можно будет прийти на стационарный участок, дочекаться переписчика по месту жихарства, альбо их это упершиню принять уделу перепису про интернет. У Гомельской области будут працевать 1840 переписчиков. Кожный отрымая планшет с программой, у якую унесе информацию, отрыманную адреспондента, и одразу отправить электронный переписный лист у Белстат. Далее, проходжение перепису таким способом у адрознение от заполнения паперового листа у троя зэкономить час и зойме у всего 5 хвилин. А кроме того, селета у першиню можно скрыстаться интернетом для самостоинного проходжения перепису. Коли все ж таки человек вырошит сустреть переписчика дома, а ле хвалюеца, тяни махляр, пройшоу под яго выглядом, можно будзе паталефановать у кол-центр Белстата. Что точится пытанне, у наеке треба будзе отказывать подчас перепису, то максимально их будет 49. Десять годов тому было 37. Тя першинясь пи сутрымливая и абсолютно новые блоки пытанне. Помимо основных вопросов, которые задают людям при проведении переписи, то есть это пол, гражданство, национальность, образование, на каком языке человек дома разговаривает, будут задаваться еще ряд вопросов, которые не задавались раньше. То есть, например, у женщин старше 18 лет мы спросим, планирует ли женщина иметь детей. Также включен блок вопросов о миграционной активности граждан. Ну и, конечно, такое самое большое наше нововведение – это в эту перепись включен вопросник о сельскохозяйственной деятельности. Номеры телефона у кол-центра, подробязности проходжения интернет-перапису и остальные нюансы переписной кампании станут вядомы ближе до ее старту и обовязково будут огучиваться у темлику про сродки массовой информации. Комитет по сельской господарции и харчаванне Гомельского Абловы Конкама узначалю Игорь Часнок. Он народился в Воложинском районе Минской области в 1971 году. Скончил Витебский ветеринарный институт, институт кирования агропромысловым комплексом и академию кирования при президенте Республики Беларусь. Проционную деятельность начинал ветурачом в Воложинском районе. Тут же кировал одной из господарок. В 2009 году назначены намесником старшины Клецкого райвы Конкама Минской области. С 2010 по 2019 годы узначалевал Крупский райвы Конкам, а затем Крупский райсовет депутатов Минской области. В 2019 году назначены директором открытого акционерного товариства Туровщина Житковицкого района. Протягиваем выпуск. Каля полутора тысяч самовольных звалок-отходов выявлено Комитетом природных ресурсов и оховы новокольного сяродя в регионе за полгода. Такую информацию сегодня подчас брифингу огучил кировник областного ведомства Андрей Сущевич. Преоритетный направок работы Комитета – захование экологической безопасности. Специалисты провели омаль 650 мониторинговых мероприемств, которые выявили каля тысячи порушений. Физичные и юридичные особы отримали предписания и рекомендации по их ликвидации. У основных говорка идет про створение самовольных звалок. Усеяны были убраны, а смеття вывезено на полигоны. В дочинении недопорушальников выкорствовали меры экономичного и администрационного узденья. Так за шесть месяцев у якости компенсации нанесенной природе шкоды спагна на больше, чем 1 млн рублев. Складены 744 протоколы на сумму 200 тысяч рублев. Хотелось бы обратиться ко всем нашим гражданам, предпринимателям, юридическим лицам с тем, чтобы было обеспечено соблюдение природоохранного законодательства. Ведь как мы будем относиться к природе в такой среде мы и будем проживать. Ну и надо ее сохранить с тем, чтобы нашим потомкам было что и передать. А кроме того, областный комитет проводит и координой мероприемств и по наведению парадки на земле. Это и доброе упорядкование спортивных пляцовок, местную отпочинку и ремонт водонапорных вежа. За полгода проведено упорядок 89 таких объектов, что допомогло захавать чистую пятную воду для насельництва. В осени плануется заменить 15 тысяч древ, которые загинулись за червенской засухи новыми саджанцами. Посадочный материал рыхтуются лязгасы в области. Андрей Сушевич так само поведомил журналистам, что на предприемстве Гомель-Шпалеры зараз пропрацовывается оптимальный вариант рашеньев для одновления пуску припыненной линии виниловой продукции. Вытворчость на участку была спынена за перевышение нормативов допущальных выкидов у атмосферное поветро. Как поведомлялось ранее, вопросы, что тычатся зъедливого паху и гучного шума после установки линии, огучили же хары Гомеля подчас акции Белта ваше питание президенту. Проблема детальовая выучалася. Частка позначенных питаний была снята в минимальный термин. На фабрице выконаны комплекс мер по ликвидации неприемного паху. На працовных местах установлены оховные экраны. Закуплены экологичные материалы. Зараз на предприемстве у Сибакова выучаются и пропрацовывают алгоритмы по нейтрализации выкида у поветра. Як только будет допрацованный технологичный процесс и показчики прийдут в норму, экологичные службы дадут фабрице зеленое светло на запуск линии. Основная мета инвестпроекта по вытворчасти виниловых шпалер на предприемстве – выпуск полного спектра продукции от бюджетных вариантов до премиум-класса. Мерковалося, что при выходе обстреливания на полную могутность рентабельность продукции складе коля 15-20%. Навальничный фронт, який пройшел по территории региона 13-го жнивня, по шкодзе у Гомельском районе лес на площи коля 90 гектаров. Найбольшь потерпели территории Шарпиловского и Грабовского лесництва. До этого часа дороги уже расчищены от поваленных древ. На потерпелых территориях потребуется проведение санитарных высечек. Специалисты поступили до распроцовки ветровально-бураломных участков. В этих работах задейничаны три лесонарыхтовчие комплексы, восемь брыгат злесництва, больше за 10 одинок техники для вывозки лесу. Як ранее поведомлялось, 13-го жнивня за непогоди в Гомельском районе оказались обесточенными 39 населенных пунктов, переважно в Тярухским, Марковицким, Чаратянским сельсоветах. Над одновлением электрозабеспечения в круглосуточном режиме працавали аварийные брыгады. В вечере 14-го жнивня этой работы были завершены. В регионе протягивается республиканская профилактичная акция «Держтехогляд». Во всех районах проходят специальные рейды. Особливая увага в выявлении автомобилей, которые не имеют допуску до делу дорожным рухом. Галунные подставы для припынки транспортных сроков являются их внешний выгляд. По имени инспекторы практически со стопроцентной докладностью могут вызначить порушальника. До речи, за тыдень проведения акции в регионе до администрационной отказности притягнуто больше за 1300 водителям. Многие из них, по словах супрацойников, да и принципово не проходят «Держтехогляд». Задача таких недобросумленных автовладальников – пераканать. Выезд на дорогу автомобиля без подтверждения его справного стану может нести погрозу без спецы дорожного руху. Душа у кожной скульптуры. У Лясковичах завершился областный пленер драуляной скульптуры, ожившая доунина. Десять майстров на протягу десяти дзюн створали малые архитектурные формы по мотивах творов Якуба Колоса и Ивана Мележа. Члены жюри уважливо глядают кожную работу. Мастацкие якости, оригинальность в образах и технологичные приемы разбы. Кожную скульптуру треба оценить по некоторых критериях и выбрать лепшую. Сыроду дельников-пленера нема аматоров. Кожный мастак-профессионал, а тому выбрать лепшие работы непросто. Было очень сложно, потому что все работы сделаны, во-первых, каждый автор в отдельности, но все вместе они создают впечатление жизненного пространства. Здесь своя жизнь идет. И она достаточно интересная. В каждой работе есть свой какой-то сокровенный смысл. В каждой работе живет душа художника. Андрея Фанасенко с городского поселка Октябрьский в Першиню принимает в делу пленера, ожившая Даунина. Дед Талаш и его собака Гультай. Миновитых этой образы мая старого особи у древе. Сживелой было простей, а вот при работе над скульптурой Деда Талаша пришлось многому улучшиться по ходу. Не глядяши на Гетто, по словах скульптора, усе задумки и почутки отрымалось и передать. Вот это моя первая скульптура именно в образе человека. Я никогда раньше не вырезал. Это была моя первая скульптура. Ну и чему-то да, чему-то учишься. Где-то там что-то примечаешь, где-то здесь, как глаза, ну как веки. Ну как-то так. Есть везде нюансы, это надо учитывать. Народный майстер Беларуси Василь Силкоус Гомеля звернулся до Мележевской Полесской хроники и не помылился, его работа отрымала диплом первой ступени. Глава для закаханных со скульптурой Ганны станет упрыгоживанием любой локации. Майстер признается, что любит спрацовать над жаночными образами. Подобается. Женщины гармоничны, там кветки, женщины, там пригожать гармония. Финалом пленера дравляных скульптура «Жившая давнина» стала церемония узнагородживания. Пераможцы и удельники отрымали дипломы и подарунки. Однако на их думку это не стольки споборництва, кольки добрая подстава для однодумцев собраться разом, поделиться своими идеями и задумками. А скульптуру, створанная подчас пленера, пригожать Петриков. Максим Савин, Игорь Марышенко, отеля радиокампания «Гомель» с Петриковского района. Волонтерский рух подарит им шанс ладить доброчинный концерт «Мы у отказе». Мероприемство промеркованное до Сусьветного дня бездомных живел пройдет в субботу 17-го жнивня в городском Центре культуры Гомеля с 15 до 18-го годин. В программе бесплатные консультации ветеринарных урачов, выступления творческих коллективов, интерактивная пляцовка для детей, а так само фото-выстава, шоу «Мыльных бурбалок» и многое іншее. Специальный гость концерта спевак Віталь Сычоу представит свою новую песню. У якості у ваходного билета волонтеры с подякой приймуть корм и леки для живел. Это и так само и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.twergomil.by На этом выпуск завершен и дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле оперативно поймали нетрезвого угонщика автомобиля. Инцидент произошел в Новобелеце. Рано утром 31-летний гомельчанин решил прокатиться на чужом Крайслере. О произошедшем мгновенно стало известно дежурному РУВД. Тот, в свою очередь, сообщил сотрудникам, которые находились на маршруте патрулирования. Группа оперативно выехала к месту преступления. Возле одного из домов по улице Ильича милиционеры заметили похожий автомобиль. В салоне был обнаружен нетрезвый гражданин. Внятно, что-либо пояснить он не смог. На место была вызвана следственно-оперативная группа Новобелецкого РУВД. Задержанный оказался ранее судимым и нигде не работающим жителем города Гомеля. Следственным комитетом по факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 214 Головного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемому грозит штраф или исправительные работы сроком до двух лет. Также предусмотрен арест, ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет. В результате ДТП в Гомеле пострадал ребенок. Накануне вечером женщина-водитель с двумя детьми, находившимися в салоне автомобиля, двигалась по улице Быховской в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Не заметив припаркованную у края проезжей части машину, совершила наезд. В результате столкновения мальчик, сидящий в детском кресле и пристегнутый ремнем безопасности, не пострадал. А вот его семилетняя сестра была без специального удерживающего устройства. Девочка получила повреждения. Сейчас она находится в больнице. В связи с этим Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности, к водителям, которые перевозят на летних детей автомобили. Соблюдайте правила дорожного движения и, конечно же, при перевозке ребенка в автомобиль используйте детское кресло либо бустер. В дорожном происшествии в Житковичах пострадал мотоциклист. Водитель автомобиля Volkswagen Golf при повороте налево не предоставил преимущества движений и совершил столкновение с мотоциклом Кавасаки. Мотоциклист получил повреждения и был доставлен в Житковическую ЦРБ. Травмы оказались несерьезные. После осмотра его отпустили домой. Использовал служебное положение в корыстных целях и теперь может сесть в тюрьму. Оперативники Мозырского РУВД вышли на след руководителя одного из хозяйств Калинковического района. Мужчина подозревается в хищении топлива. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в середине июля директор злоупотребил служебным положением. При помощи заправочной электронной карты, принадлежащей предприятию, он совершил хищение топлива на одной из музольских АЗС. Позже им рассчитался с директором СТО, где обслуживался автомобиль бывшей супруги. Всего в частную машину и канистры было залито 155 литров бензина и 80 литров дистоплива на общую сумму в 379 рублей. В отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хищение путем злоупотребления должностными полномочиями. Максимальные санкции статьи предусматривают наказание до 4 лет лишения свободы. Заблудился в лесу, но сам нашел выход. В Гомельском районе разыскали заблудившегося пенсионера. Сообщение о пропаже мужчины 1938 года рождения поступило 13 августа. Выяснилось, что пенсионер отправился в лес возле агрогородка Новая Гута. Поиском подключились представители различных ведомств. В итоге потерявшийся самостоятельно вышел из лесного массива к сотрудникам пограничной службы в районе пропускного пункта Добрянка. Медицинская помощь не потребовалась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Кубок Дружбы. Турнир по мини-футболу под таким названием стартовал в Гомеле. С 14 по 17 августа на паркете спорткомплекса Локомотив за победу поборются команды из Беларуси, Украины и Армении. На второй ежегодный турнир Кубок Дружбы в Гомель приехали Ереванский Лео, Украинский Хит и Энергия. Беларусь представляют лидеры местного чемпионата ВРЗ, Оршанский Витен и хозяева турнира БЧ. В течение трех дней команды будут сражаться за победу. С многими соперниками знакомы. С Витеном, с БЧ по чемпионату в принципе. Лео, мы играли с ними товарищеские игры уже. С Энергией тоже. То есть все команды нам знакомы, поэтому с Хитом тоже ничего нового для нас нет. Интересно поиграть с хорошими командами. Проверить свои силы. Поэтому, я думаю, будут очень интересные игры. Кубок Дружбы это контрольная работа для мини-футбольных клубов Беларуси. Рулевой БЧ Дмитрий Камека перед своими подопечными на этот турнир поставил задачу не победить, а четко отработать новые игровые комбинации. Победа для железнодорожников станет приятным дополнением. Эти игры нам должны помочь в формулировке всех заданий нашей игры. Тем более, что это самая первая наша игра в этом сезоне. Львовский клуб «Энергия» приезжает в Гомель во второй раз. Для украинских спортсменов это прекрасная возможность встретиться с друзьями. В гомельских командах много легионеров из страны-соседки. Для тренерского штаба турнир – это оценка подготовки футболистов, которые входят в украинскую сборную. Много есть кандидатов в сборную, поэтому пристально в последние лет пять следим, особенно плей-оффные части, где лидеры между собой играют, где реальный накал. Пускай развивается футзал, и почаще бы соревноваться в подготовительном периоде – это очень здорово. Первые поединки уже прошли. На Гомельский паркет выходили «Оршанский Витен» и «Львовская энергия». Их встреча закончилась минимальной ничьей 1-1. Следом за гостями на старт вышли «БЧ» и «Ереванский Лео». Игра между номинальными фаворитами турнира завершилась таким же счетом. Белорусы не смогли удержать преимущество и пропустили во втором тайме. Турнирные баталии в спорткомплексе будут проходить ежедневно до 17 августа. В субботу игры стартуют в 11 часов, а начало финального матча Кубка Дружбы в 16 часов. Плей-офф без Гомеля. Вчера завершился групповой этап Кубка Руслана Салея. В своих группах выиграли Гродненский Неман и Динамо из Молодечна. В плей-офф-борьбу начнут столичные Динамо и Юность. До последнего, претендовавший на победу в группе А, Гомель сделал все от него зависящее. Подопечные Сергея Стася победили Барановичский авиатор 4-1. Но по итогам предварительной стадии Рыси отстали от Немана на один балл и завершили выступление в Кубке. Матчи финала 4-х намечены на 17 и 18 августа. Напомню, действующий обладатель Кубка Руслана Салея Гродненский Неман. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин